Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослышатели, интернет-портал радиоцентра Сегодня у нас суббота, меня зовут Майкл Мелехов, и мы сегодня поговорим в программе «Разговоры о насущном» о планете Сатурн, разговор о котором мы начали в прошлый раз Мы только совсем немного очертили общее, так сказать, сведение, но давайте мы немного повторим Дело в том, что Сатурн является одной или даже самой важной планетой из всех девяти планет, которые рассматриваются в ведической астрологии Семь видимых планет, включая Сатурн, и две невидимые планеты, не имеющие массы, северный и южный узел Луны, которые называются Раху и Кету Об этих планетах мы поговорим позже, и мы сегодня ведем разговор очень немного, касающийся самой науки астрологии Еще раз, астрономия – это наука, которая изучает, где находится конкретная планета, в каком участке неба А как эти планеты влияют на нас, на людей, об этом как раз-таки говорит планета, об этом говорит наука астрология Сегодня, с моей точки зрения, человека, который тоже изучает эту науку астрологию, больше говорят о, скажем, каких-то технических деталях О материальном аспекте, о нас, который находится в материальном теле Внутри нашего материального тела находится некая, будем говорить, субстанция, которая называется душой, духом и так далее Об этом астрология практически умалчивает И даже, возможно, и, скажем, восточная астрология Ведическая астрология рассматривается всем по-другому Просто те книги, которые мы сегодня читаем, и как мы это все изучаем, там тоже очень много технических вопросов Дома, планеты, дробные карты, куча всяких терминологий Огромное количество Я об этом сейчас говорить не буду, и мы будем говорить всего лишь о тех некоторых, точнее, вещах, которые относятся именно конкретно к планете Сатурн И если кому-то надо посмотреть свои какие-то конкретные вещи, свою натальную карту, как планета Сатурн влияет на вас конкретно То вы должны обратиться к астрологам, которые этим как раз и занимаются Не важно, то ли это западные астрологи, то ли это восточные астрологи Это как вы уже решите Я хотел бы сегодня рассказать именно о личности О личности И эта личность называется Сатурн То есть о самой личности, которую можно охарактеризовать нашими земными словами Вот сидит Майкл Мелех Он выглядит так-то, так-то Возраст у него примерно такой-то, такой-то Одет он в этом, в том-то и том-то Волосы, которых, допустим, нету, они такого-то цвета Очки такого-то цвета, нос, усы, борода и так далее Это те слова, которые мы употребляем для описания человека Это то, как мы это все видим и воспринимаем Планета Сатурн Она планета Но в то же время это личность, которую мы не видим Но она описывается в ведической литературе конкретно Мы об этом поговорим По всей вероятности в нашей следующей передаче Но сейчас именно с точки зрения Как влияет планета Сатурн на нас, на людей И причем интересно, что Есть такое понятие в ведической литературе, в ведических текстах Которое называется гуны Это на санклите Гуны материальной природы Это в каком, так скажем, состоянии находимся мы То есть у нас есть три времени У нас есть прошлое, у нас есть будущее, у нас есть настоящее Прошлое называется на санскрите тамос Тамос – это ignorance, это невежество Будущее – это страсть Это наша возможность планировать какие-то вещи Или мечтать о каких-то вещах Это называется на санскрите раджас А настоящее – это называется сатва Или благость Вот мы и об этом поговорим Но прежде чем мы коснемся этого вопроса Давайте все-таки мы очертим Что такое Сатурн Или кто такой Сатурн И какое он имеет отношение к нам Ну, во-первых, сегодня у нас суббота И цвет с субботы и Сатурна самого Это темный, очень темный, черный Это темно-фиолетовый, допустим И все оттенки этих цветов Серый Цвет Такой каменно Это самый благородный, скажем там Из благородных металлов Это синий сапфир В то же время более благородное мнение Но это вот аметист Цвет его Такой вот синий, фиолетовый Но как на это все на нас влияет И где надо носить эти камни Об этом скажут специалисты Но если человек носит его неправильно Носит его на каком-то другом пальце Или носит его в другое время Это, так сказать, медленное самоубийство планеты Сатурн Очень и очень тяжелая планета Оказывающая влияние на человека Ну, неблагоприятно будем так говорить Поскольку Сатурн приносит в жизнь людей Страдания и несчастья И действие его кармическое То есть практически мы ничего не можем сделать То, что мы заслужили, то мы и получаем То есть в той области жизни В которой в карте касается Сатурн Нашей Мы ничего не можем изменить И мы должны это все терпеть Но понимая о том Что те страдания, те лишения Те беды, те невзгоды Которые нам приносит Сатурн Это наши уроки Поэтому Несмотря на то, что действительно Это так и действительно в нашей жизни Мы это все испытываем Сатурн является великим учителем для нас Великим учителем То есть Мы заработали болезнь Заработали болезнь Она на нас с неба не упала И если мы обратились Для лечения этой болезни К врачам Если мы обратились К каким-то Нетрадиционным методам лечения Если мы обратились к гадалкам Парапсихологам Энергетическим целителям Это правильно Нам надо вылазить из этого Нам надо решать эти проблемы Которые сегодня очень и очень серьезные И это насущно необходимо Решить их именно сегодня Но мы одновременно должны задуматься над тем Почему мы получили эти проблемы Почему на нас, так сказать, упали эти болезни И вот это самое главное Чего, к сожалению, люди не делают Потому что они не понимают Что происходит Вот Сатурн, он как раз-таки И отвечает за все это в нашей карте В нашей натальной карте То есть На первый взгляд Если это на нас вот таким образом отражается И мы имеем проблемы То Мы испытываем очень и очень серьезный страх И это справедливо, кстати Потому что Там Об этом поговорим в следующей передаче Я имею ввиду на Востоке В Индии в частности Есть храм Сатурна Не один Я бывал И там очень и очень При входе стоит как бы статуя Но смотреть на нее не стоит Это очень опасно Мы об этом поговорим чуть больше, наверное, в следующей передаче То есть Дело в том Что это то На что я хотел бы обратить внимание Да пусть простят меня Специалисты, астрологи Любые ведические Западные Не имеют значения Дело в том Что вот эти лишения Вот эти страдания Эти невзгоды Неурядицы Они способствуют росту Духовному росту нашей души Вот этот момент Практически нигде не учитывается И мы должны это понимать О том, что это для нас благо Мы понимаем, что все материальное, оно приходящее Рано или поздно оно исчезнет Но вечное у нас остается И оно переходит в новое воплощение И мы каждый раз проходим эти уроки Наша задача осознать это Чтобы в следующий раз не повторять все самые ошибки Это же очень просто Это просто Ну, так сказать, сказать Это просто, может быть, даже воспринять Но это сложно сделать Ну, как минимум, это первый этап Это первый этап И я поэтому об этом говорю Поскольку я сам, так сказать Прохожу сам эти этапы И не упавшись с другой планеты И с Луны там Куда-то там Вот выросши в семье Не семье, а в атеистическом обществе Которая боролась против, скажем Религии И понятия не имея о том Что мы Божьи, так сказать Создания Вот с нуля проходил все эти вещи В достаточно зрелом возрасте, кстати И могу вам сказать Что возраст этому не помеха Абсолютно и никак Надо быть просто Пересмотреть наше отношение к этому вопросу Это то, чем мы занимаемся И то, для чего был организован Центр Сан-Гейтс То есть получение информации Которая может быть Если захотеть, очень полезна Вернемся к Сатурну То есть Это показатель старости Правильно? То есть увядание Если мы ведем определенный образ жизни Будем так говорить Беспорядочный образ жизни Ну человек стареет Если он, скажем так Нарушает законы Смотрите, человек придумал закон Ну, это не закон, допустим Календарь Суббота, воскресенье, выходное А поскольку выходное Значит, в субботу и воскресенье Ну, люди Могут Скажем то, чего Они не могут Просто из-за времени Делать в будние дни Правильно? Ну, к примеру Идти в ресторан Ну, к примеру Устраивать свадьбу Ну, к примеру Там парик какой-то Там сабантуи какие-то В субботу Но суббота Это день Сатурна Это день лишения Это день аскез Это топаси На санскрите То есть ограничение себя Это пост В конце концов Если мы это делаем Мы делаем себе благо Мы делаем всё наоборот Мы этого не знаем И мы устраиваем Вот эти вот вещи Значит, мы должны поститься А мы наоборот Наедаемся и напиваемся Мы должны Заниматься какими-то Духовными практиками Читать какие-то там Скажем, литературу какую-то А мы идём развлекаться В бары В ночные клубы И так далее То есть мы нарушаем законы В этом случае Человек, который нарушает закон Будет получать Соответствую реакцию Да? Но земные законы Земные календари Такие Но наверху ведь Другой календарь Наверху другие законы Верно ведь? То есть, казалось бы Логично следовать Тем законом Ну, честь и хвала Вам, дорогие друзья Наши уважаемые Радиослушатели И там Ютуб-пользователи Те, которые Слышат эту информацию Воспринимают её Адекватно Ну и хоть как-то На каком-то этапе Соглашаются Такие, кстати Людей, которые пишут Какие-то негативные Отлики Их практически нету Я этому Лично очень рад То есть Это говорит О той Подготовленности О том Желании Воспринимать Информацию И это С моей точки зрения Очень хорошо У меня Такой возможности Не было Вообще-то На самом деле Я помню фильм Индийские йоги Кто они? Это была революция Кто понятия не имел Каких индийских йогах Ну только отдельное Там Случайно Кто-то этим занимался 67-й год 68-й год Где-то вот так Вот это было Было 50 лет Я смотрел этот фильм Многократно Более того Я занимался этим Но когда посмотрел Этот фильм То есть Ну так К счастью для меня Это Адаптируюсь К информации Которую я получаю Имея в виду Что я Что-то не знаю Как минимум Чего-то Мягко говоря Чего-то Ну хорошо Давайте перейдем Все-таки Продолжим Точнее Разговор О Сатурне Сатурн на санскрите Означает Шани 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 Это медлительный Медленный То есть Период обращения Сатурна вокруг Солнца Составляет около 30 лет Это самые Так сказать Поэтому это Медленная планета И Сатурн Как правило Еще раз Может порождать Депрессию Меланхолию Жалость к себе Какую-то Тревогу Беспокойство То есть Это страх Это какой-то Очень и очень Серьезный страх Мы боимся Что самая Интересная штука Чего мы боимся То мы и получаем Поэтому Это разрушающее Действие На нас Оказывает Страх Страх Это самое Качество Такое Самая такая Страшная эмоция Которая нас Внутренне Разрушает И за это Отвечает Сатурн Если мы вернемся Еще раз Вот к этим гунам Материальной природы То их три Повторю еще раз Это Тамос Это Раджис И это Сатва И вот Что дает Сатурн Который Находится В Тамосе Или в невежестве Сатурн Находящийся В невежестве Дает нам Глубочайшее Уныние Какую-то Такую Угрюмость Это Еще раз Тот самый страх То есть У человека Может возникнуть Презрение к себе Чувство превосходства Чувство того Что если Кто не с нами Тут против нас Их надо Так сказать К ногтю Их надо Всех Прибить Их надо Всех Устранить Их надо Всех Ликвидировать И это Все Вот эти Якобы Проблемы Для этих Людей Их надо Решать Очень Жестко Вплоть до Самых Страстных Методов Устранения Я так поступал Гитлер Так поступал Сталин Так поступал Муссолини Это те люди Которые По трупам Вот Достичь Своей цели Это Сатурн Который Находится Вкратце Мы будем Возвращаться К этому В следующих Передачах Который Находится Сатурн В невежестве Или В Тамосе Сатурн В страсти Здесь другое Здесь никто Никого не уничтожает Такие люди Не уничтожают Здесь люди Так сказать Которые Идут По заранее Запланированному Пути То есть Это четкость Это организованность Это строгость Он Поскольку Все-таки Под влиянием Сатурна Он не воспринимает Критики Он знает То что я знаю Вот Ему не надо Ничего рассказывать Он сам Знает Абсолютно Все В кавычках Конечно Он так читает Что он все знает Но Это его Так сказать Вот Внутренняя сущность И так на него Влияет Сатурн Еще с этим Поделать нельзя Если этот человек Понимает Тогда Ну хорошо Если не понимает Ну так что делать Тогда он будет Так себя вести И это Лучше Чем может быть В Тамосе Находиться Но это все равно Хуже Чем находиться В благости Вот То есть Ну Человек Такой Вот кстати Он может находиться Постоянно Нет причины Страх Смех Без причины Да А он будет Так вот Смеяться Вот Он будет Веселиться Он будет Устраивать Вот эти Вот Все самые Сабантуи Когда вместо этого Надо Сидеть И там Ограничивать Ограничивать Себя Во многих Вещах Дело в том Что если человек Себя ограничивает И постоянно В этом Находится То он Получает Потом Возврат В виде Ну Раньше Это были Скажем Ситхи Ему давались Мистические Какие-то Совершенства Но Приобрести Просто так Они с неба Не падали Человек Должен Их Заслужить Он должен Сам Что-то Делать Но человек Который Находится В страсти То есть Сатурн У него Находится В страсти Он так Себя ведет Образ мышления Там нету Полутонов Там есть черное и белое Там нету Других вариантов То есть Или так Или так Или плохо Или хорошо То есть Или от дьявола От лукавого Астрология Или Скажем От Бога В то же время Да То есть Нет такого Среднего Человек Скажем Ну все Я буду себя Вы знаете Украшать Свою плоть Я буду себя Там Избивать Плетьми Сам себя То есть Я буду Каяться Я буду Ну можно Лоб расшибить Знаете Молиться И лоб расшибить Можно же То есть Этот человек Находится в страсти Он всеми силами Всеми путями Пытается Что-то такое Добиться Ну не знаю Ну к примеру Александр Македонский Который всех Должен был завоевывать Это Марс Конечно Но у него Сатурн Находится в страсти То есть Всех Побеждать Проламывать Головой стену Оборачиваться Там гора Трупов Но зато Я их Всех покорил Я всех Победил Вот этот Человек Который Находится В таком Плане Продолжение следует Продолжение следует...